Что за очереди выстроились в российские военкоматы? Как пройдет осенний призыв в армию? И каким самолетам опасно покидать Россию? Это Анастасия Брюханова, Кот Кузя и новости в объективе. Готовить выпуск для вас нам помогает агрегатор новостей The True Story. Он подбирает главные новости дня, как из государственных, так и независимых СМИ. Чтобы в итоге получилась объективная картина происходящего. Ставьте лайк, а мы начинаем. Путин подписал указ об осеннем призыве. Это он делает каждый год. Призыв в срочной службе продлится с 1 октября по 31 декабря. А всего планируют призвать 130 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, не находящихся в запасе. Причем проходить призыв будет как в России, так и в оккупированных областях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Этот призыв будет последним, в котором верхняя плавника возраста 27 лет. Уже в следующем году на срочную службу будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Ну а в генеральном штабе заявили, что проводить мобилизацию в России не планируют, а осенних призывников не собираются отправлять на войну. Как заявили в ведомстве, желающих заключить контракты добровольцев достаточно для выполнения задач на фронте. Тем временем военкоматы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов России выстроились очереди, но не те, о которых вы успели подумать. Перед осенним призывом компании хотели успеть передать военкоматам данные о военно обязанных сотрудниках. С 1 октября в силу вступают поправки. Для компаний штраф за нарушения, связанных с воинским учетом, вырос с 5 до 400-500 тысяч рублей. Также в очередях стоят многие потенциальные призывники, которые хотят оформить отсрочку или перевестись на альтернативную гражданскую службу. Ну а те, кому исполнилось 27, хотят перейти в запас, чтобы не попасть под призыв в следующем году. Некоторые явились в военкомат после рассылок повесток на сверку документов воинского учета. И военкоматы с таким потоком людей и бумаг не справляются. В некоторых военкоматах приемные дни случаются только несколько раз в неделю и очередь расписана на месяц вперед. А сам процесс сдачи документов тоже занимает немало времени. Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму новый проект федерального бюджета на следующий год. Согласно планам, общие расходы составят более 36,5 триллионов рублей. Причем на национальную оборону придется почти 30% всех расходов. То есть почти 11 триллионов рублей. Около 10% расходов придутся на секретные статьи. Получается, что на оборону, безопасность, силовой блок и секретные статьи вместе приходится более половины всех расходов бюджета. Это абсолютный рекорд для истории новейшей России. Также, судя по всему, в Кремле исходит из того, что западные санкции на нефть работать не будут. Прибыль от ее продаж точно будет и немаленькая. Такие прогнозы у составителя бюджета. Поэтому и дефицит бюджета по замыслу правительства должен сильно сократиться. Как пишут эксперты Центра Карнеги, приоритеты Кремля на будущий год просты. Война, выплаты силовикам для поддержания внутреннего порядка и небольшие социальные выплаты россиянам. Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей конкурса в области культуры, искусства и креативных индустрий. Фонд выделил более полутора миллиардов рублей, прямо скажем, на пропаганду. Тут и сериал «Мирный атом» про Запорожскую АЭС, и организация фестиваля «Музыка о своих» со всеми нужными буквами, разумеется. И постановка спектакля «Сестры» о женах военных. Деньги также пойдут и на другие проекты. Например, на съемку клипов, подчеркивающих важность профессии военных корреспондентов. Еще планируют издавать патриотические истории в комиксах. Наконец-то у Marvel и DC появился достойный конкурент. В поселке Пагар Брянской области в результате атаки ВСУ наружесное энергоснабжение, сообщил губернатор Александр Богомас. Глава региона не уточнил, как именно был нанесен удар. Вчера некоторые телеграм-каналы сообщали о боях с украинскими диверсантами в приграничных населенных пунктах Брянской области. Однако губернатор Богомас это отрицал. Ночью также была обстреляна Белгородская область. Средства ПВО уничтожили 9 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны России. По предварительным данным, никто не пострадал. Великобритания расширила свой санкционный список. Персональные санкции вели против главы российского МЧС, главы Центрального исполкома «Единой России» и некоторых чиновников оккупационных администраций. Также под санкции попал Центр разбирком России за организацию на оккупированных территориях нелегитимных референдумов и выборов. После ухода KFC из России рестораны-сети начали процесс ребрендинга. В некоторых российских городах вывески KFC успели обратно поменять на Rostex. Однако, судя по всему, где-то вывески KFC все же останутся. Один из франчайзи, компания, которая владеет примерно сотней ресторанов в сети, отказалась менять вывески. AK Russia рассчитывает сохранить прежнее название как минимум до 2035 года. Согласно контракту с KFC, российский франчайзи может использовать этот бренд еще более 10 лет. И это решение можно понять. Бренд Rostex в России знают всего 20% граждан, в то время как узнаваемость бренда KFC уже 99%. В случае смены названия, считает AK Russia, популярность их точек может упасть на 20%. В Москве прошел конкурс «Культурная столица года». За это звание соревновались Новосибирск, Ленинград, Грозный, Нижний Новгород, Самара, Томск, Читай и Чебоксара. Делегация каждого из городов-конкурсантов презентовала себя. Культурной столицей России на следующий год стал Нижний Новгород. Однако конкурс на этом не закончился. И жюри объявило победителя сразу и на 2025 год. Им оказался грозный. Объявляя результаты, жюри назвало свое решение мудрым и длинновидным. Город-победитель конкурса получит дополнительное федеральное финансирование. Путин упростил въезд в Россию пока только для граждан Украины. Теперь они смогут въезжать в Россию по внутренним паспортам, в том числе истекшим. Об этом он подписал указ вчера. В России продолжают пропадать памятники. На этот раз исчез памятный крест польским узникам ГУЛАГа в Иркуте. Его установили еще в 1997 году при содействии Совета охраны и памяти борьбы и мученичества Варшавы. Администрация, как всегда, оказалась не в курсе пропажи. Находился ли памятник на балансе города и будут ли его восстанавливать, тоже неизвестно. Такое вот сохранение исторической памяти. Министр строительства ЖКХ России Ирик Файзулин заявил, что не все захваченные украинские города, которые до этого разрушила армия России, нужно восстанавливать. Он отметил, что нельзя давать ложные обещания, которые сложно будет выполнить. И привел в пример город Попасное. Министр отметил, что от города буквально ничего не осталось. Живет там сейчас всего семь человек, которые уезжать не собираются. Восстановлением этого города сейчас никто не занимается, да и в будущем не планирует. Правда, позже Минстрой опроверг слова своего главы. Как отметили в ведомстве, восстановительные работы в новых регионах будут организованы повсеместно в каждом населенном пункте. Росавиация попросила авиакомпании не летать на некоторых самолетах за рубеж, а то их могут и арестовать. Речь о государственной транспортной лизинговой компании. Она находится под санкциями Штатов и Евросоюза. И поэтому есть риск, что ее самолеты могут арестовать за рубежом. Под угрозой около полусотни бортов. Самолеты этой лизинговой компании есть в авиапарке Аэрофлота России, Севен и Ямала. Рекомендации Росавиации действуют до особого распоряжения. Исключения сделаны для рисов в Беларусь и Турцию. Федеральная антимонопольная служба возбудила административные дела из-за завышенных цен на топливо. Среди фигурантов в компании Ставропольского и Краснодарского краев, Белгородской, Ростовской областей, а также Дагестана. Они, по словам ведомства, продавали моторное топливо с нефтебас по завышенной цене. Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж до марта следующего года. Пока россияне по-прежнему могут переводить только до 1 миллиона долларов в месяц на зарубежные банковские счета. Также до марта продолжает действовать ограничение на перевод средств через системы денежных переводов. Не более 10 тысяч долларов в месяц. Норвегия вводит запрет на въезд авто с российскими номерами. Он начнет действовать с 3 октября. Исключение может быть сделано для машин, которые принадлежат гражданам Норвегии. А также для граждан европейских стран, которые постоянно проживают в России и членов их семей. Норвегия была последней страной Шенгенского соглашения, в которую можно было въехать из России на автомобили. А Финляндия, которая запретила въезд российским машинам еще 16 сентября, вела круглосуточный контроль на границе с Норвегией, чтобы ни одна машина с номерами России не въехала в страну транзитом. Швейцария выделила Украине более 100 миллионов долларов на разминирование территории. Эти деньги будут потрачены в течение 4 лет, начиная со следующего года. Средства предназначены только для разминирования в тылу, а не на фронте. Швейцария не в первый раз дает Киеву средства на разминирование. С начала войны страна выделила более 15 миллионов франков на эти цели. А также подарила специальную технику и обучила украинских саперов. В Нью-Йорке идут проливные дожди, затопило улицы и даже некоторые линии метро. За несколько часов в городе выпала месячная норма осадков. Власти штата ввели чрезвычайную ситуацию. Как ожидают синоптики, ливни продолжатся и сегодня. И этот сентябрь уже назвали самым дождливым в Нью-Йорке с 1882 года. На этом у меня все. Не забывайте, что днем вас ждет аналитический выпуск. Ставьте лайк и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok